19 человек погибли сегодня в египетском Луксоре при падении воздушного шара. Среди них туристы из Гонконга, Японии, Великобритании, Франции. Трагедия произошла из-за разрыва газового шланга. Шар загорелся еще на земле, моментально взлетел на 300 метров, а затем рухнул на землю. Выжить удалось двоим туристам и пилоту. Они успели выпрыгнуть из корзины, пока шар еще не набрал большую высоту. Тем не менее, все трое получили многочисленные травмы. Сейчас они в больнице в тяжелом состоянии. В российском посольстве сразу же отреагировали на происшествия и выяснили, наших соотечественников там не было. Полеты на воздушных шарах очень популярны среди туристов в Египте. Несмотря на то, что подобный инцидент происходит уже не впервые. В 2008 году 7 человек пострадали при падении шара. В 2009 травмы получили 16 человек. Тогда шар задел провода телефонных линий. По последним данным, в результате падения воздушного шара в Египте погибли 14 человек. Выжить удалось пилоту и двоим туристам. Предположительно из Великобритании. С тяжелыми травмами они госпитализированы. Еще четверо пассажиров числятся пропавшими без вести. По предварительной версии, причиной трагедии стал разрыв газового шланга. В результате резкой подачи топлива шар моментально загорелся. Залетел на высоту более 300 метров, а затем рухнул на землю. По данным Ростуризма, наших соотечественников там не было. Российских туристов в корзине воздушного шара не было. Во всяком случае, организованных. Потому что сейчас туроператоры не отправляют экскурсии в Луксор вообще. В том числе и потому, что действуют рекомендации МИДа России для россиян не покидать пределы курортных территорий в Египте. В связи с нестабильной политической ситуацией. Воздушные экскурсии в Луксоре поставлены на поток. Ежедневно в воздухе находится около 10 шаров. Полеты производятся только рано утром, на восходе солнца, когда нет ни жары, ни ветра.